Здарова, с тобой Кар! Итак, у нас уже буквально через две недели, а может быть даже меньше, стартует шестой сезон и DICE как обычно подготовили нам пасхалочки. Я подготовил гайдик на эту пасхалочку, она в этот раз была достаточно сложная. Хочу выразить огромную благодарность Discord серверу Battlefield 2043, мы все дружно разгадывали, там мы достаточно быстро ее разгадали, меньше чем за сутки. И также хочу сказать огромное спасибо моим ребятам Юра, Тоха и DICE за то, что мы вместе с вами открыли последний этап этой пасхалки. Ну а я собственно подготовил гайд как обычно и хочу вас попросить поставить лайк и подписаться на канал, так как ролики по пасхалкам и прочее выходят в принципе как только это все у нас появляется. Итак, приступим. Первым делом мы как обычно заходим по коду подборки, который вы видите сейчас на экране. Ну и также он будет в закрепленном комментарии прикреплен на сервер на 64 каски обязательно и на карту возвращение. Здесь нам необходимо отправить кое-какие сигналы. Нам нужно взять какой-нибудь транспорт, можете пешком добежать, это без разницы двигаться в сторону точки Е1. Практически на границе русской базы за вот этим вот домиком находится нужный нам передатчик. Подходим к нему и активируем его. Дальше нам нужно нарисовать три граффити, нужно найти черепки. Сейчас я покажу, где эти черепки. И можете заценить мои великолепные навыки пилотирования заодно. Вот так вот, да. Итак, первый череп у нас находится рядом с точкой C1 на контейнере. Подходим к нему, взаимодействуем и у нас появляется граффити, флаг непрекаянный. Второе граффити у нас находится в бункере рядом с точкой D1. Точно так же подходим, взаимодействуем, появляется граффити и идем к следующему. Третье граффити находится рядом с точкой E1 на стене. Также подходим, взаимодействуем и теперь нам нужно вернуться к тому самому передатчику и отправить сигнал загадочному другу. За сие действия мы получаем карточку вне времени и сейчас я вам зачитаю лор. Небо было ненастоящим. На прошлой неделе он отстрелил от этого неба кусок. Или это было вчера, месяц назад. В казармах, вернее в изоляторах биологических объектов не было часов. Прислали новеньких, новенькие погибли. Награду за прохождение тестов пристегивали ремнями и вживляли боевые импланты без анестезии. Он нацарапал еще одну галочку на алюминиевой поверхности учебного покрытия. Еще 10 призраков не стало. И бесчисленное множество на очереди. Ну а нам необходимо нажать на опции администратор, следующая карта. А карта на очереди у нас теперь песочные часы. Хочу обратить ваше внимание обязательно, так как эта пасхалка рассчитана на 4-х человек. В последнем этапе вы поймете о чем я рекомендую данный этап пасхалки проходить тоже всем четверым. Иначе на следующем этапе у вас могут возникнуть проблемы с прохождением. И кому-то могут быть недоступны нажатия и активация тумблеров и прочее. Ну в общем вы поймете. Главное смотрите до конца. На карте песочные часы нам нужно разгадать шифр. И он был очень сильно зашифрован. Спасибо конечно же нашему комьюнити, что нам удалось его расшифровать. Сначала берем какой-нибудь транспорт. Как обычно быстренький вертолетик. Летим на точку Е1. И там у нас рядом с этой точкой на входе в небоскреб на ресепшене будет находиться передатчик. Комотивируем его. Получаем указание. И дальше мы двигаем в сторону русской базы под мост. Также можете вот здесь вот пробежать по вот этому туннельчику. И здесь собственно был зашифрован тот самый шифр. Пелос азбукой Морзе. Который нас привел к разгадке этого этапа пасхалки. Ну и нам нужен контейнер. Прямо на границе русской базы под мостом. Этот контейнер с вот этими загадочными символами и кнопками. Данные кнопки нужно нажимать в определенном порядке. Обязательно. И каждая из этих кнопок соответствует определенной цифре. Слева направо. Один, два, четыре, шесть, семь и девять. А как я уже говорил до этого, у нас ключевое слово Пелос. Вводим циферки по порядку. Один. Шесть. Один. Один. Два. Один. Два. Один. Один. Девять. И контейнер открывается. Лампочки загораются зеленым. Все у нас отлично. А внутри контейнера мы на стене видим надпись «Его ужасные творения всех нас погубят». Чтобы это не значило, мы должны немножко, видно, побояться этого. Забираем ноутбук вот этот вот Архангела или что это такое. Я не знаю. И возвращаемся снова к передатчику на точку Е. И активируем его по новой. За это мы получаем карту игрока с днем рождения. Сейчас будет лор. Давай попробуем еще раз, сказал он. Как тебя зовут? Я операционная система Аврора, отвечающая за... Нет. Как тебя зовут? Кто ты? Оса. И чем ты занимаешься? Я защищаю Борей. Я создаю будущее. Ее создатель улыбнулся. Вот именно. Ну и дальше мы, как обычно, нажимаем администратор. Следующая карта. И попадаем на космодром. Итак, на космодроме, как я уже говорил, нужно обязательно выполнять данную пасхалку вчетвером. Иначе вы просто не успеете активировать тумблеры. Первым делом летим к точке А2. С краю данного ангара на улице будет небольшое здание в виде контейнера. И внутри него будет передатчик. Нам необходимо его активировать. А дальше нам нужно активировать тумблеры по порядку, которые составляют слово Mind. Сейчас я вам покажу, где находится каждый тумблер и какой тумблер отвечает за какую букву. Итак, первый тумблер у нас M. И он находится рядом с точкой B1 на крыше. Следующий тумблер с буквой I. И он находится между точкой A2 и B2. Также на крыше. Вот здесь. Следующий тумблер с буквой N находится на крыше A1. От этого самого ангара с ракетой. Вот здесь. И последний тумблер с буквой D находится на правой антенне рядом с C2 с ракетой. Вот здесь. И сейчас самый важный момент. Необходимо активировать в правильном порядке эти тумблеры. Начиная с M, I, N и D, чтобы получилось слово Mind. И интервал должен быть где-то 1 секунда. Поэтому нужно выполнять его с 4 игроками. Собственно, по очереди нажимаете тумблеры. Как только у вас получится, тумблеры будет невозможно активировать. Если у вас не получается это сделать по порядку, то тумблеры снова активны. Собственно, делаем это до тех пор, пока они не перестанут быть активными. Ну, как только мы правильно все это сделаем, мы идем дальше на точку A2 и A1. Между ними на этаже будет нас ждать жесткий диск. Вот поднимаемся здесь по тросу. И напротив R5 пятого этажа правого крыла будет вот этот вот жесткий диск. Подбираем его и идем обратно к нашему передатчику. Активируем его и получаем вот эти вот замечательные награды в виде талисмана для оружия. Эхо состояние, вот такой вот мозг, знаете ли. И классный скин, кстати, призрачный убийца на BFP 50. В принципе, мне он нравится, такой неплохой. Вот такая вот у нас в этот раз была интересная пасхалочка. Мы ее с вами прошли. Лорная часть у меня была в предыдущем ролике. Если кому интересно, я оставлю ссылку в комментариях и в правом верхнем углу закреплю. Спасибо огромное, ребята, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментарии, как вы относитесь к пасхалочкам в Battlefield 2042 и, в принципе, как они вам. Мне кажется, становится немножечко поинтереснее. Ну, а с вами был Гар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok